Склонитесь, звезды И всеславный Божий, Господь всех святых, плотских и бесплотных сил, Над тобой нет никого, на кого ты мог бы смотреть. Так посмотри на тех, что стоят под тобой в прахе земном, В бренном теле, посмотри, услышь, смилуйся и спаси их, Укрепи их, Боже, чтобы они вытерпели муки, Чтобы выдержали муки и удержали веру. Да будут достойны воспевать с нами хором Три святия и тебя величать. Аминь. В июле 1944 года на вождя немецкого народа Адольфа Гитлера было совершено покушение со стороны немецких генералов, среди которых было несколько знаменитых полководцев. В первом сообщении об этом покушении говорилось, что Гитлер убит. Достигли эти вести и концентрационных лагерей в Германии, в которых томились в рабстве миллионы узников, представителей всех наций на свете, надеясь на скорое освобождение и возвращение домой. Однако Гитлер остался жив, и пронесшиеся слухи были опровергнуты. Вскоре поступило указание ликвидировать всех, кто хоть каким-то образом выражал свою радость по поводу будто бы успешного покушения на жизнь фюрера. Комендантам всех концлагерей было приказано умертвить как мятежников всех тех, кто одобрил покушение на всемогущего вождя рейха. И приказ этот был выполнен, то есть по всем лагерям была проведена кровавая чистка. Весть о смерти Гитлера достигла и концлагеря, который в сербском переводе назывался Еловый лес. И радость узников, томящихся по баракам, была так велика, что ее не удалось скрыть. Радость эта выразилась бурным ликованием заключенных в бараке номер 99, где в основном содержались сербы, но вместе с ними временно находились несколько американцев, индийцев, негров, русских, норвежцев и поляков. Старшим по бараку был серб, капитан запаса Спас Спасович, до войны работавший учителем истории в гимназии. Начальником лагеря был доктор Иоганн Адлер, полковник запаса и преподаватель истории в университете. Доктор Адлер очень ценил Спасовича за его знания, а еще больше за его редкостную порядочность и скромность. Однако приказ есть приказ, комендант лагеря должен был ликвидировать многих бунтовщиков и прежде всего узников из барака номер 99. Доктор Адлер был лютеранин, и пуританский ценил истину и порядочность выше всех схоластических полуистин и этических адвокатур. Зная Спаса как человека настоящего и порядочного, он хотел во что бы то ни стало спасти его и не допустить, чтобы кровь этого праведника пала на него и на его детей. Однако Адлер был в то же время убежденный национал-социалист и верный сторонник Гитлера, когда дело касалось внутренних социальных реформ. Его мучил вопрос, как же все-таки спасти Спаса, старшего по самому мятежному бараку. После бессонной ночи комендант обратился в соответствующие органы с просьбой дать ему срок 7 дней, чтобы провести расследование. Разрешение было получено, однако в дивизии было несколько завистников, которые недолюбливали Адлера из-за симпатии к нему Гитлера, поэтому к нему направили одного сурового гестаповца, оберштурбманфюрера, чтобы контролировать, как он ведет суд над бунтовщиками и в дальнейшем осудить его за мягкость и снисходительность. И вот, в ночь с воскресенья на понедельник началось судебное разбирательство мятежа узников из барака номер 99. И в первую очередь предстал перед судом старший по бараку капитан Спас Спасович. Введите узника под номером 2378. Итак, лагерный военный суд по делу старшего по бараку номер 99 объявляю открытым. Как тебя зовут? Спас Спасович. Что значит это имя? Оно означает Иисус Иисусович. А не еврейское ли это имя? Когда-то было еврейское, а теперь христианское. Кто ты по национальности и какой веры? Я серб православного вероисповедания. Образование у тебя университетское? Да. В какой области науки ты специалист? Я богослов и историк. Почему же в двух, а не в одной? Я считаю, что эти две науки неразделимы. Одна без другой не имеет смысла. Членом какой политической партии являешься? Никакой. Почему? Потому что убежден, любая политическая партия обещает больше, чем может дать. И поэтому ведет народ в землю недостижимую. Что это за страна такая? Земля недостижимая это своего рода рай земной для избранного народа. Призрачная страна счастья, которую политические вожди всегда обещают народу, но покоды не умрут, никогда не увидят. Думаешь ли ты так же и о политических партиях и теориях всей Европы? Да, во всей Европе все партии сейчас такие же. И о коммунистах? Конечно. И о национал-социализме? Да. Еще раз. Ты считаешь, что наша немецкая национал-социалистическая партия ведет немецкий народ в призрачную землю недостижимую? Совершенно верно. Может, это в тебе говорит ненависть к немцам? Если бы я судил немцев по их преступлениям против моего народа, моя ненависть была бы оправдана. Однако я знал и других немцев. Поэтому у меня нет ненависти к немецкому народу вообще. Господин председатель, расстреляйте его немедленно и не теряйте время. Будьте терпеливы. У нас в распоряжении целых семь дней. Он, как старший по бараку, должен отвечать больше всех. Поэтому мы должны задержаться на нем дольше других. Полегче, спасович. Думай, что говоришь. Голова твоя на ниточке висит. Нет, господин полковник. Я вижу, что моя голова не на ниточке висит. А я держу ее, отсеченную в своих руках, как святой Иоанн на иконе. Для Сербии война закончилась в 41-м году. Почему же ты сразу не сдался, но как бунтовщик подался в горы? Война и сегодня не закончена. И я в регулярной армии, как офицер, и в горах, как бунтовщик, как вы меня называете, был одним и тем же. Сербским солдатом против немецких солдат. Кто заставил тебя уйти в горы? Немцы. Как это? А вот как. В 41-м я видел, как немцы расстреляли 3000 невинных сербов за 30 немцев, которых патриоты генерала Дрожей Михайловича убили в стычке на дороге к Рагуаевоц горнемилановец. Я содрогнулся от такой бесчеловечности и ушел в горы, чтобы, живя со зверями, защищать свой народ и погибнуть в честной борьбе за честной крест. Я поступил по примеру моих крестоносных предков, из которых один говорил княгине милиции. Мы идем с братьями на поле Косова за крест честной погибнуть. А разве наш вождь не пошел на Россию в крестовый поход против безбожников? Да, пошел. Но не во имя честного креста, а во имя свастики, сломанного нехристианского креста. Из-за этого никто в Европе не отозвался на его призыв отправиться в так называемый крестовый поход. Это неправда! Это ложь, что никто не отозвался. Многие отозвались. Никто не отозвался по совести и доброй воле. Но присоединились или из страха, или из расчета на материальную выгоду. Поэтому те, что отозвались, были скорее обузы для немецкой армии, чем помощниками. Разве не так? Слушай, ты, раб! Я... Можно, господин председатель? Да. Эту рукопись, господа, я нашел в соломенном тюфике капитана Спасовича. Кладу ее на всеобщее обозрение. Написано сербской кириллицей. Но так непонятно и сокращенно, что никто из наших переводчиков не смог прочитать. Будто зашифровано. Это твой дневник, Спасович? Нет. Не дневник, господин полковник, а так некоторые мои мысли и наблюдения общей природы. Ты должен переписать его начисто, чтобы мы могли понять, что это. Даю тебе два дня сроку. Понял? Понял. Уведите узника в одиночную камеру. Расстрелять его сегодня же ночью! Его нетрудно расстрелять, он в наших руках. Приговор ему и всем остальным будет вынесен в следующую субботу. Я требую, чтобы его расстреляли сегодня же. Я требую, вывев Спаса, спасающая из зала суда, два вооруженных конвоира отвели его в одиночную камеру, где он должен был находиться до окончания суда. Спаса втолкнули в камеру, дверь за его спиной захлопнулась. Он подошел к окну, сквозь решетку которого пробивался лунный свет и узкими лучами падал на сырой земляной пол. Спас сел на пол, открыл свои записи так, чтобы лунный свет падал на странице его рукописи. В Священном Писании Божьем много раз говорится, что мы странники и гости на этой земле. Но даже если об этом и не было бы сказано в Священном Писании, каждый разумный человек вскоре понимает это. Размышляя о жизни на этом свете и посещая кладбища, и старые, и новые, каждый разумный человек неминуемо доходит до осознания этого. А как только он дойдет до осознания этого очевидного факта, разумный человек мучительно ищет ответы на три вопроса. Если мы путники, то где цель нашего путешествия? Если мы чужие на этом свете, то где наше отечество? Если мы гости, то у кого мы в гостях? На Балканах всегда и всюду можно услышать ответы на эти три главных вопроса жизни. Причем ответы дают простые люди, самые простые мужчины и женщины. Ибо привилегия простого христианского народа в том, что не зная многого, он знает главного. И поэтому на первый вопрос «Если мы путники, то где же цель нашего путешествия?» народ отвечает «Мы не от мира сего, но с того света». Или отвечает так «Мы от неба, а не от земли». А на второй вопрос «Если мы чужие на этом свете, то где наше отечество?» народ отвечает «Отечество наше там, где отец наш?» или отвечает «Иначе» «На этом свете мы чужаки, а на том мы дома?» И на третий вопрос «Если мы гости, то у кого мы в гостях?» народ отвечает «Слава Богу, мы его гости на земле». Материалисты отвечают на эти три вопроса по-своему. На первый вопрос они дают такой ответ «Мы не согласны, что все мы на земле или шпутники, но считаем, что мы продукт земли, подобный личинкам и моллюскам. Земля нас создает и принимает. На земле всечеловеческое начинается и все заканчивается». На второй вопрос они отвечают «Так, мы не странники на земле, но хозяева и повелители. Земля наша единственная родина». На третий вопрос они категорически заявляют «Мы не гости на этом свете, но хозяева. Если мы их гостим, то гостим сами у себя на земле». Материалисты на основе своей теории полагают, что душа человека то же, что и ногти на руках. Куда идут остреженные ногти, то даже и душа. А гностики на эти вопросы отвечают по-своему. На первый вопрос они отвечают так «Мы чувствуем, что мы путники, но не знаем ни начала нашего пути, ни цели нашего путешествия». На второй вопрос они в сомнении отвечают «Мы замечаем, что мы странники на этом свете, но не знаем, где наше настоящее Отечество». На третий вопрос мы догадываемся, что мы чьи-то гости на земле, но не знаем, у кого мы в гостях. Как страшно слово апостольское, сказанное о древних язычниках. Когда помыслили, что мудры, обезумели, еще страшнее и пророчества одного святого и прозорливого человека, а не о язычниках. Наступят времена, предсказал Антоний Великий, когда миром овладеет такое безумие, что сумасшедшие будут считать разумными безумных, а себя разумными. Обычно искусные на перо и пламенной в речах, они очаровывают простой народ видениями некой земли обетованной или рая на земле, который манит их, как фата моргана в пустыне. Когда лжеучители достигают власть, волшебное видение призрачной страны и счастье отдаляются, бледнеют и исчезают. И тогда грубая реальность пустыни еще страшнее печет и ранит. А разочарованные люди и народы проклинают болезненную мечту своих вождей, которая привела их не в землю обетованную, не в земной рай, но туда, откуда нет возврата, в землю недостижимую. Когда Спас Спасович заканчивал перерабатывать первую главу своей рукописи, где-то далеко послышались автоматные очереди. Спасович понял, что этой ночью произошло что-то непоправимое. Так было и на следующую ночь, и через ночь. Но Спас пока об этом не знал, он лишь вслушивался в автоматную очередь и молился за тех, кого больше нет. Так без ведома доктора Адлера в ночь с воскресенья на понедельник, как и в другие ночи, расстреливали по 25 узников из барака номер 99. На следующую ночь с понедельника на вторник два вооруженных охранника ввели Спаса в зал суда. Спасович слегка кивнул судьям. Председатель суда доктор Адлер начал допрос. Спас Спасович? Я, господин полковник. Скажи-ка, есть ли у тебя храбрость говорить правду и тогда, когда это было бы опасно для твоей жизни? Правда никогда не представляет опасности для жизни. Лишь ложь опасна. Ты так думаешь? Истинная жизнь неотделима друг от друга, как глаза и зрение по слову того, кто сказал «Я есть истина и жизнь». Ты имеешь в виду этого Иисуса еврея? Я имею в виду господин Оберштумбарфюрер, Господа Иисуса Христа, который был столько же евреем, сколько и немцами, испанцами, сербами, американцами, и азиатами, и африканцами. Он называл себя сыном человеческим, а не сыном еврейским. Скажи еще неграм и папуасам. Да, и неграм, и папуасам, и всеми остальными, чтобы всех спасти как мессии и человеколюбец. Я считаю, что ты наносишь вред немецкой расе, когда называешь этого мечтателя немцем. А я уверен, что большинство немецкого народа считает это не вредом, а великой честью. Мы во главе с нашим гениальным вождем идем по пути излечения всего немецкого народа от этого векового заблуждения. И мы отвратим наш народ от мягкотелого Иисуса и вернем его к вере наших тевтонских предков, в богов силы и стойкости, мужества и победы. Мы высшая раса, которая слишком долго была обманута сладостными мечтами этого еврейского помазанника. Он отбросил нас назад и уравнялся слабаками и рабами. Сейчас мы нашли своего настоящего мессию и вырвав свою судьбу из немощных рук еврейского пророка, отдали ее в железные руки нашего национального мессии Адольфа Гитлера. Наша задача владеть мечом Зигфрида, а не рабски плакать перед крестом или с крестом. Понял? Слова понимаю, но боюсь, не понимаю их смысл. Зачастую не меч, но именно слезы поворачивали судьбы людей к добру. Мы оставим вам, славянам, незавидную роль плакать вместе с плачевным Христом, прислуживая нам, более сильному народу, ибо трача на нас всегда высшие расы господствовали над низшими. Это азбука мировой истории, которую ты, жалкий учителяшка истории, еще не понял. Я могу только удивляться вашему красноречию, господин Оберштумбарфюрер. Но и огорчаться из-за такого вашего толкования истории. Не хотите ли вы сказать, что если какая-то жестокая банда, не связанная моральными законами, неожиданно нападет на один мирный культурный город, ограбит и разрушит его, а жителей перебьет или отведет в рабство, то это означает, что некая высшая раса стала полноправным властителем некой низшей расы. Например? Например, когда дикие хикси или разнузданные мамилюки опустошили культурный Египет? Или когда кровожадный Тамерлан раззалил христианскую Армению и цивилизованную Персию? Или когда свирепые сельджуки и османы погубили Малую Азию и Византию? Или, например... Или, например, когда дикие германцы поработили высокообразованных свинопасов сербов? Это ты хотел сказать? А? Это вы сказали. А ты что говоришь, раб? А я говорю, что мы сербы не сердимся, когда вы называете нас свинопасами. Как и немцы не должны сердиться, когда мы называем их медниками или точильщиками. Мы выращивали свиней и отдавали их немцам за котлы и колеса. Ни то, ни другое занятие не имеет ничего общего с образованностью. И свинопасы, и медники могут быть или образованными, или необразованными. Так кто же по-твоему образованный человек? Тот, кто носит образ Божий, лик Божий в своей душе и стыд на своем лице. О таком мы, сербы, говорим, что он образованный, порядочный человек. А кто по-твоему необразованный и непорядочный? Господин председатель. Не образованный это такой человек, который изгнал образ, то есть лик Божий из своей души и румянит стыда с лица своего. Как, когда медники нападут на землю свинопасов и, ценя свиней выше людей, отнимут у народа всех свиней, да еще и все котлы и все колеса и отправят в свою страну. Следи за своими словами, Спасович. Скажи по-другому. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что Ранки и Гетты лучше думали о сербах, чем господин Оберштумбарфюрер. Не важно, что древние немцы думали о вас и обо всех остальных. Они жили в зачарованном кругу ложной и унижающей религии. Важно, что наш победоносный вождь совершил переворот в истории немецкого народа. Он переоценил все ценности и, отбросив грязь, выбрал золото. Он есть начало новой истории немцев. Он возвел немецкий народ на пьедестал господствующей нации, как и должно быть. Ты понял? Любой вождь любого крещеного народа, который, отвергая Христа, хочет осчастливить свой народ, приведет свой народ не в счастливую землю обетованную, но в призрачную землю недостижимую, откуда нет возврата. Это неминуемо и неизбежно. Эта скотина оскорбляет нашего фюрера! Гестаповец скачил и хотел вцепиться в горло Спасу, но его остановил судья. Тут доктор Адлер схватил гестаповца за руку, в которой находился пистолет. Пистолет выстрелил, пуля попала в окно и стекло разлетелось в дребезги. Коллега, я не могу не удивляться, зачем вы задаете обвиняемому такие общие вопросы, по которым он имеет право думать что угодно? Зачем вы отдаляетесь от нашей темы? Тебе, Спасович, еще раз строго напоминаю, чтобы ты не смел больше оскорблять национальные чувства немцев. Давайте, господа следователи, вернемся к делу. Все заключенные из барака номер 99 признают, что радовались в ту ночь, когда услышали о гибели фюрера. Они утверждают, что старший по бараку Спасович радовался вместе с ними. Что ты можешь ответить на это, Спасович? Действительно, мы в ту ночь радовались, но не смерти Гитлера, а предчувствие скорого возвращения на родину. Это просто казуистика. Ничуть не бывало, господин следователь. Радость всех моих людей была естественна и не злобна. Тоска по родине и по своим семям мучила их и иссушала больше, чем все беды лагерной жизни. Они радовались той самой радостью, какой радовались бы, если бы пришел сам Гитлер и сказал, вы свободны, идите. Они были бы одинаково благодарны и мертвому, и живому Гитлеру. Только бы их отпустили на свободу. Это ты, Спасович, по своему обыкновению хочешь оправдать своих людей, которых, знаю, любишь. Однако, на судебном языке это называется ложью. Говоря неправду, я лишь повредил бы самому себе, как если бы я украл или убил. 25 человек из барака номер 99 попытались бежать сегодня ночью, но были схвачены и расстреляны. Если бы они считали себя такими невинными, как их представляет обвиняемый, они не убегали бы от праведного суда, однако не бежали, потому что знали, что виноваты. Скорее всего, обвиняемый Спасович сделал бы попытку к бегству, если бы получил такую возможность. Я не верю, что Спасович попытался бы бежать, даже если бы со всех ворот был бы снят караул. Благодарю вас, господин полковник, что сказали обо мне правду. От судьбы не уйдешь. И мои друзья, если они и вправду пытались бежать, в чем я, поступили глупо, но их поступок можно объяснить страхом за свою жизнь. Узнав, что старший по бараку схвачен и предан суду, они, естественно, испугались за себя. Почему ты не воспрепятствовал никому веселью в твоем бараке или не заявил об этом немецкому начальнику охраны? Я не помешал общей радости и не заявил о веселье в бараке, потому что это было выражение тоски по родине, а не мстительности. Веселье моих людей ни на политическую ситуацию не повлияло, ни судьбу немецкого народа не изменило и не нанесло никому ни малейшего вреда. Поэтому я беру на себя смелость просить вас, господа судьи, как людей просвещенных, не придавать большого значения этому стихийному веселью и пощадить моих людей. Расстреляйте одного меня, но не потому, что я вправду виноват, а чтобы вы освободились от своих сомнений. Для меня будет радость умереть ради друзей моих, а им будет радость остаться в живых. Своей смертью я ничего не теряю, а они и вы что-то приобретете, хотя бы иллюзию пользы. Ты фантазируешь и плетешь чепуху. Если ты намеренно фантазируешь, мы тебя расстреляем. Если же не намеренно, ну, тогда отправим в сумасшедший дом. Поступайте со мной так, как считаете нужным. А что касается фантазии и реальности, подумайте, решите, кто больше реалист. Тот, кто видит Луну за 300 тысяч километров над землей, или тот, кто смотрит на ее отражение в луже у себя под ногами и видит, как она из воды смеется над тем, кто хочет ее рукой схватить. Видя, как оберштурбманфюрер вскакивает и сжав кулаки собирается что-то выкрикнуть, председатель суда, доктор Адлер, объявил перерыв до следующей ночи. Спаса уводят в одиночную камеру, где он продолжает работать над второй главой своей рукописи. Ближе к утру где-то далеко опять слышатся автоматные очереди. И в эту ночь с понедельника на вторник было расстреляно еще 25 узников барака номер 99. Первоначальная религия была матерью и этики, и техники. Первоначальная религия была родником, бьющим ключом из потаенных глубин этика живоносной рекой, а техника вспомогательными каналами, по которым вода из той реки подводилась ко всем местам жизни человеческой. Господь даровал людям закон верования, закон обладания и знания техники. Итак, причиной истинной веры, доброго обладания и технического знания у людей был Господь. Многие обвиняют современную технику во всех несчастьях на свете, а виноваты ли техника? Или виноваты те, которые создают технику и управляют ею? Разве виноват деревянный крест, если кого-то распинает на нем, или молоток, если им сосед соседу разобьет голову? Техника бесчувственна к добру и злу. Зло происходит не от мертвой техники, но от мертвых сердец людских. При помрачении сознания о Божьем присутствии горделевые люди договорились, давайте соорудим город и башню до небес и прославим свои имена. Однако Господь посрамил их с мишением языков и рассеял их оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Так строилась Вавилонская башня. Когда Соломон завершил строительство величественного храма, он поднял руки к небу и смиренно взмолился «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещает тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему». И это чудесное здание простояло одиннадцать веков, но было разрушено и превратилось в прах и пепел тогда, когда безбожные потомки Соломона сделали дом молитвы домом торговли. Следовательно, тот храм держался многие века не заслугой техники и исчез с лица земли не из-за технических ошибок. Техника глуха, нема и не несет ответственности. Она полностью зависит от этики, а этика от веры. Точно так же и Эфелева башни, и немецкие готические соборы, и американские небоскребы, вершины человеческого мастерства в строительстве обрушатся и превратятся в бесформенную кучу праха, если гордость людская и к тому же еще и христианская и противление людей Богу превысит меру и надоест долготерпеливому Творцу. Жуткая трагедия нашего времени состоит в войне между людьми и Богом. Бог хочет возвысить личность человека над бессловесными тварями, а люди хотят утопить и свою, и Божью личность, фактически приравняв их к вещам. Многие люди, не имеющие духовного и морального опыта, создают из современной техники идола, которому поклоняются и призывают все другие народы приносить жертву этому идолу, что несчастные народы вынуждены делать. Сколько здесь жертв, сколько крови, кто глух, тот не слышит, как этика, заглушая пушки, взывает к нашему поколению. Не тем путем идете, люди. Этот путь ведет в призрачную землю недостижимую, откуда нет возврата. В ночь со вторника на среду, в третью ночь суда Спасович выглядел очень изнуренным. Лицо его потемнело, волосы растрепались и в беспорядке падали на лоб и застилали глаза. Спас Спасович? Здесь, господин полковник. Почему ты такой лохматый? Перед нами протокол твоего допроса в Белграде. Припоминаешь, что ты тогда говорил? Отлично помню. Берегись противоречий. В какой части ты тогда служил? В отряде майора Кесеровича. В горах Рудника? Нет. Близко Фаоника. Правда ли, что ты спас жизнь одного немецкого капитана и двадцати наших солдат, которых начали расстрелять? Правда, господин полковник. Такой поступок делает тебе честь. Это не моя заслуга, но моих сербских предков, которые пленных врагов не убивали. Я поступил так же, как они. И это все. Правда ли, что ты помог поручику Недичу бежать из лагеря в баннице? Я был очевидцем, как Недич перелезал через проволочное ограждение, но ничем ему не помогал. Да этому Исполину и не нужна была ничья помощь. Когда в том же самом лагере немецкие охранники били одного коммуниста, ты кричал и на охранников и ругал коммуниста. Как же ты, как патриот, мог ругать коммуниста? Я как человек, а не как патриот ругал человека, а не коммуниста. А что касается охранников, то в свободной стране строго наказывают даже тех, кто бьет и мучает собак. И мы немцы наказываем тех, кто мучает невинных животных. Однако и ты, и тот коммунист скоты и хуже собак. Понял? Не понял, господин оберштумбарфюрер. Поймешь. В этом протоколе написано и о другой твоей дерзости. Когда комедант лагеря в Саймиште да, но сначала уточним. Ты из лагеря в Банице был переведен в лагерь в Саймиште. Так? Так. Значит, когда комендант лагеря в Саймиште приказал сербам часами без остановки ползать по грязи, ты подошел к нему, выразительно посмотрел в глаза и крикнул, вы, господин, не только враг господа бога и сербского народа, но враг и своего немецкого народа, если так бесчеловечно поступаете с людьми. знайте, сказал ты, что из-за ваших преступлений будет жестоко страдать весь немецкий народ. Убить тебя мало. Оставьте свои методы. Я не могу больше. Допрашивайте вы, господин судья. Продолжим. Когда тебя выпустили из лагеря в Саймиште, почему ты не отправился в родные края, но снова ушел в лес? Потому что в моем родном крае было то же самое, что и в Саймиште. Ты отправился в Боснию, не так ли? Точно. Там, в одном селе Брисбьелли, ты созвал мусульман и призвал их не помогать немцам и их приспешникам хорватам, ибо, по твоим словам, их сила временна, а сербы вскоре снова обретут былую силу. Так ты говорил? Так говорил тогда, так и сейчас думаю и говорю. Почему же боснийские мусульмане так близки сербам? По многим причинам. Они не национальное меньшинство, но религиозное. Но и по вере они нам ближе, чем некие христианские сектанты и несравненно ближе всех крещенных агностиков, материалистов и атеистов. В Боснии ты напал со своими людьми на немецкий военный склад и захватил продовольствие. Однако никто не может утверждать, что бил кого-то и тем более убил. А продовольствие я захватил у захватчиков и вернул его хозяевам, голодным крестьянам. В некоторых городах оккупированной Сербии немецкое командование приказало местным властям открыть публичные дома для немецких солдат. Ты не имея на то никакого права вмешался в это дело и разбросал повсюду листовки с угрозой, что убьешь каждую сербскую женщину, которая пойдет в эти бордели. Этим ты воспрепятствовал проведению санитарно-медицинских мероприятий Верховного командования. Как ты на это ответишь? Я поступил так, как следовало поступить сербскому воину и христианину. Я придерживаюсь принципа, что никто не может продавать свое тело людям, не продав при этом свою душу дьяволу. А почему это тебя так задело? Меня это задело потому, что я свято берегу образ и честь прославленной сербской женщины, матери, сестры, девушки. Именно потому я и ушел в гору, чтобы защитить и жизнь, и правду, и образ своего народа. А кажись, вы на моем месте, вы бы тоже так поступили, господин полковник? Не знаю, что бы я дал, однако здесь тебя допрашивают, а не меня. Ты обвиняешься еще и в том, что вместе со своими бандитами останавливал на дорогах немецкие грузовики, набитые сербскими парнями. По приказу верховного командования всех безработных молодых людей следовало хватать и отправлять на работы в рейх. Ты разоружал наших охранников и отпускал парней по домам. Кроме того, ты везде, по селам, советовал чабанам держаться подальше от дорог, чтобы не угодить в плен к немцам. Так это было? Совершенно верно. Я поступал так и по совести и по приказу своего начальства. Но за это меня следует благодарить, а не судить. Как это? Господин судья, думаю, на сегодня хватит увидеть узника. От начала мира людей мучает одна проблема. Это проблема отношений я и мы и ценности того и другого. Почти все проблемы человечества сводятся к этой теме. Вначале Господь сотворил одного человека, одну личность в тварном мире. И ценность той единственной личности Творец определил словами «Да будет Господин всего», поставив человека над всем сотворенным миром. Другими словами, пусть все будет под человеком, а человек под Богом. Этим с самого начала было определено отношение человека к Богу. Как отражение личности Триединого Божества человек имел право с достоинства называть себя Я. И все-таки Господь решил «Нехорошо, что человек будет один» и сотворил ему жену из его ребра, с тем, чтобы двое были одна плоть. Таким образом, рядом с именем Я появилось имя «Мы». Две личности, но одно тело, и одно и двое одновременно. Здесь начало и личности, и общества. При сотворении человеческого рода Господь навсегда решил мучительную проблему отношений Я и мы без конфликта. Я Господь призвал за образ и подобие Божие, а мы было велено быть одной плотью. Этим было ясно подчеркнутое значение личности и значение общества. Но как только грех нарушил отношения между человеком и Богом, сразу же нарушились и отношения людей между собой. Да, нарушились отношения между братьями, и хотя их было тогда всего двое на всем земном шаре. Одному из них стало тесно и напал Каин на Авеля брата своего и убил его, чтобы освободиться от уз общества, чтобы лишь его личность действовала на свете, то есть быть без мы. И остался он без брата, но и без Бога, и без истинной личности, скорее демон, нежели человек. Ибо истинную полноценную личность человека невозможно представить без Бога, своего первообраза и без связи с Богом. Этот случай из первого столетия человеческой истории страшным эхом отозвался в 18 столетии в двух противоположных теориях у Ницше и Маркса. Обе эти теории появились в Германии на немецком языке. Ницше стоял на позициях «я» без «мы», а Маркс на позициях «мы» без «я». Оба они были яростными безбожниками. В наше время корабль человечества пытается пройти между этими двумя острыми голыми скалами. Своеволие личности и безволие личности – вот две крайности нашего времени. Против кого они выступают? Против человеколюбия и боголюбия, против любви. Обе эти крайности имеют одну общую отправную точку – отрицание Бога. Отвергая Бога, они тем самым отвергают и любовь, ибо исток любви – Боги. Отвергая и Бога, и любовь, они создают в душах страшный вакуум, пустоту, которая быстро заполняется адским дымом ненависти. Ненависть разлагает и индивидуума, и общество, и весьма запутывает отношения между «я» и «мы». В ночь со среды на четверг Спас Спасович появился в полосатой как зебра арестантской робе. Щеки его были располосованы синяками и кровоподтеками, а на лбу красовались две шишки, как два почетных роба. Правая рука отекла и онемела, высовываясь из рукава, она была протянута к суде. Доктор Адлер взглянул на него и, устыдившись, склонил голову и спросил «Ты ли это Спасович?» «Да я, господин полковник». «Ты плохо выглядишь. Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо, господин полковник, благодарю. Подтверждаю слова священного писания, что дух бодр, плоть же немощна». «Отчего ты не опускаешь руку?» «Теперь она меня не слушается». «Может, тебя нужно отправить в больницу?» «Благодарю, господин полковник, но я вроде как в больнице. Сейчас весь мир больница, а я единственный здоровый в этой больнице». «Он или сумасшедший, или симулянт?» «Скорее второе». «Господа судьи, капитан Спасович обвиняется в том, что активно старался объединить все сербские группы в борьбе против немцев. Много раз он пробирался в Черногорию, Македонию, чтобы напомнить черногорцам и македонцам, что и они принадлежат к сербскому народу и агитировал черногорцев и македонцев выступать вместе с сербами. Своей агитацией ему удалось превратить горы Македонии и Черногории в военные лагеря, что принесло и приносит нашим войскам большой урон. Из этого следует логичный вывод, что именно он и есть главный зачинщик бурного веселья в бараке номер 99 по поводу покушения на великого вождя Рейха. Что ты можешь ответить на это, Спасович? Я могу повторить то же самое, что уже говорил на слушании дела в Белграде. Я не отрицаю, что создавал в Черногории и Македонии партизанские отряды по заданию сербского верховного командования, но... Какое еще сербское верховное командование? Банда разбойников, эвантюристов, вот твое верховное командование. Но никакой агитации я не занимался и не учил черногорцев и македонцев становиться сербами. Наоборот, это мы в Сербии учились у черногорских поэтов и витязей вести себя как истинные сербы. А македонцы это те же сербы с верой, обычаями и диалектом наших древних единых сербских предков. Однако вы все же три разных народа. Мы гораздо больше единый народ, чем пруссаки и баварцы, которые называются одним именем немцы. Ибо пруссаки и баварцы отличаются и по вере, и по языку, и по судьбе, и по мученичеству. Поэтому для нас естественно работать вместе в мирные времена и воевать вместе в военные годы. Поэтому я считаю своим долгом всех их призвать к борьбе против немцев, но не против Канта, Лессинга, Гёта и Шиллера, но против немецких преступников и их союзников, которые убивали наших людей. Жгли сёла, грабили города, рушили церкви, бомбардировали больницы, родильные дома, насильно сгоняли на работы сербскую молодёжь. Расстрелять его сегодня же ночью. Я не понимаю, оберштурбанфюрер, как можно наказывать кого-либо, не вынеси приговор. Немецкий закон это запрещает. Да это не наказание, а лишь намёки на лютую смерть, которая ждёт этого сербского разбойника. Но мы не можем знать, не доведя судебное расследование до конца, будет ли обвиняемый осуждён на смерть. В этом-то вся наша беда, что вы не знаете. Между тем, каждый немец должен знать закон о спасении Отечества. Поэтому долг каждого немецкого патриота уничтожать на месте преступления любого, кто препятствует спасению нашей Родины. И тот, кто этого не делает, предатель. Предатель тот, то не подчиняется приказу вождя. Я получил от фюрера разрешение провести это расследование до конца недели. Вы поняли, господин Оберштурмбаннфюрер? В этот момент раздался вой сирены, оповещающий об атаке американских бомбардировщиков. Свет погас, все судьи бросились в бомбоубежище, и перепуганный конвоир на цыпочках последовал за старшими офицерами в спасительный бункер. Спас остался один в мрачном зале суда, сидя на скамье подсудимых. Поврежденная рука сильно ныла, голова трещала от боли, но он умел гасить боль таинственным духовным деланием. Темнота не мешала Спасу. С тех пор, как он оказался в неволе, капитан полюбил мрак и едва мог дождаться ночи, чтобы остаться в темноте и тишине наедине со своими мыслями. Он часами сидел на своей узкой койке, предаваясь молитве и размышлениями. Своим самым близким друзьям он признавался, что ночь ему мила, как любовь матери. Мрак приносил свободу невозможную днем, возносил над временем и пространством. Темнота скрывала тюремные стены, поглощала границы между странами и народами, границы между прошлым и будущим. Прятала его тело от глаз и оставляла ему только душу. И он мог беседовать сам с собой без свидетелей. Тьма возносила его в небесные дали, откуда люди казались ему лучше, чем днем. Вызывали жалость и соучастие, а соучастие украшает и людей, и всякую живую тварь под небесами. О, блаженство ночи, о, благословенная тишина! Не спеши, заря, не занимайся день! Во мраке он был среди наилучших собеседников и без людей. Его самым лучшим и самым великим собеседником был Господь. Внезапно посреди комнаты возник какой-то сгусток света. Он стал разрастаться в букет бенгальских огней, рассыпающийся искрами. Спас смотрел на это диво во все глаза. Постепенно вихрь искр стал принимать человеческий облик и превратился в элегантного господина во фраке с цилиндром на голове и сверкающей тростью в руках. Он сильно хромал на одну ногу, а лицо его было неопределенное и взгляд тупой. Узнаешь меня, враг, я тот, от которого трепещет небесный престол, а ты пытаешься мне противиться. Я доктор всех известных наук и употребляю во зло всечеловеческие знания. Я управляю миром с помощью шести злоупотреблений. Злоупотребление властью, злоупотребление богатством, злоупотребление красотой тела, злоупотребление искусством и злоупотребление едой и питьем. С помощью этих злоупотреблений я показываю людям в своем магическом зеркале землю недостижимую, и они мчатся туда, как безумные. Но когда они думают, что уже подбежали к воротам рая, я поворачиваю зеркало обратной стороной, и они, разочаровавшись, отправляются обратно. Я делаю это, чтобы потешить мое подземное царство и подорвать авторитет небесного престола. Кто ты такой, чтобы иметь дерзновение, открывать людям глаза и разглашать тайну земли недостижимой? Не раб ли ты того, кто висел на дереве и который тем деревом меня искалечил? Ты, ты удивляешься, откуда у меня столько докторских степеней? Да они всегда были моими. Я их не получаю, а наоборот награждаю ими всех тех, кто пишет диссертации и книги против того, чей ты раб. Я подсказываю им идею и неслышно диктую, что им следует писать против него, чтобы отомстить ему за мою вечь и мой стыд. Это моя главная цель. А мои методы ложь и насилие. Если бы ты, раб милости, знал это, ты поклонился бы мне как всемогущему Богу. Поклонись мне, сожги рукопись о земле недостижимой, и я сделаю тебя счастливым. Я превращу тебя в султана Марокко или, если хочешь, всей Африки. Знаю, тебя интересует, почему я сейчас не так часто появляюсь на людях, как бывало в старые времена, разве нет? Ха-ха, это и есть моя хитрость. Покуда я сам открыто являлся людям, все люди знали меня, боялись и избегали меня. Теперь я придумал нечто поинтереснее. Я больше не являюсь, чтобы люди подумали, что меня нет. И действительно, в этом веке все уверены, что меня нет, что я не существую. Пока люди знали, что я существую, они любое зло мне приписывали, меня ругали и осуждали. Поэтому все были милосердны к тем, которые согрешили и многое прощали друг другу, обвиняя во всем зле одного меня. Теперь все по-другому. Я все модернизировал. Теперь я скрыт от глаз людских. И поэтому теперь человек человека обвиняет за всякое зло. Люди разучились быть милосердными и не умеют прощать. С тех пор, как я перестал являться людям, они стали ограниченными и недальновидными. Теперь они не считают меня источником зла, а обвиняют во всем один другого. И они бьются друг с другом, пытаясь искоренить зло. А я царь зла наблюдаю за этим и наслаждаюсь. И я все глубже ухожу в подземелье, чтобы люди совсем забыли о моем существовании. Таким образом, мои дела идут все успешнее мне во славу. Мои агенты действуют в Азии и Африке, а я ударяю по его главной твердыне по Европе. И вот, видишь, его главная крепость, его Европа, в огне пожарищ, рушится и пропадает. Списки его так называемых спасенных становятся все короче, а мое царство зла переполнено. а а ты ты все еще веришь, что Европа выстоит? Говоришь, что в Европе народные массы идут за ним? Знаю, но я приведу их всех в свой загон, как глупую скотину. именно так мои верные ученые мужи называют народные массы, которых они воспитывают и перевоспитывают в духе зла по моим рецептам. По правде говоря, есть еще одна причина, по которой я должен скрываться. те люди, что следуют за ним, носят одно оружие, которое разит меня на повал. Это ну ты знаешь его знак. Посмотри на меня сейчас. Сейчас я козел. Я могу превратиться в любого и во что угодно. Такова моя сила, не то, что он, который мог явиться лишь как человек, причем не как богатый господин, а как жалкий бедняк, что воняет рыбой. У него не было ни одного диплома. Он изгнал моих младших из людей и послал их к свиньям. За это он должен сделать мне одну уступку. Обещал он отдать мне всех грешников, что на страшном суде будут с левой стороны. Он назвал их баранами, поэтому я царь над баранами. Да я и сам больше люблю гордых козлов, чем глупых овец. я уверен, что на страшном суде большинство будет на моей стороне. Предлагаю тебе выйти из числа его овец и перейти на мою сторону и сожги свою рукопись. Сожжешь или нет? Если нет, тогда... Сказав это, змея обвелась вокруг спаса и разинула пасть, но тут спас поспешил сделать знак креста в воздухе, змея пискнула, кольца ее ослабли, и она лопнула с громким хлопком. Все исчезло во мраке, а помещение суда наполнилось смрадом. В древности о свободе не рассуждали. Люди считали, что быть свободными так же естественно, как и дышать. В наши дни ни о чем так много не говорят, как о свободе. И о здоровье люди не говорили бы, если бы не видели угрозы болезни. Свобода под угрозой, поэтому о ней так много говорят. Угроза для свободы возникла не сегодня, она была всегда и изданна, но в наши дни она наибольшая. Свободу люди должны выращивать, как садовое дерево. Лишь невежда отожествляет свободу с неограниченным своеволием и беззаконной дерзостью. Это происходит потому, что они не знают света истины и славы милостивы. Я есть истина. Без меня ничего не может. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Я Отец ваш, который на небесах, а вы братья между соборами. Без веры в Бога ни рабства невозможно вынести, ни свободу удержать. На вратах любой христианской страны следовало бы написать крупными буквами слова апостола Павла. К свободе призваны вы братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. К несчастью, до сегодняшнего дня свобода главным образом используется для удовлетворения желаний плоти, но так не может долго длиться, иначе не останется свободы. На смену нам должно прийти более интеллектуальное, сознательное и совестливое поколение, чем наше, которое будет понимать свободу как святыня, немыслимую без истины и милости. Святая истина, святая свобода и святая милость триединое целое. Истина не ограничивает свободу, но придает ей смысл, показывает цель и хранит от порчи, а милость облагораживает для добрых дел. Поистине такой свободе людей будут радоваться небеса и все будущие поколения. В ночь с четверга на пятницу спасоспособичи не ввели, а внесли в зал суда. От тяжких побоев руки и ноги отказывались ему служить, поэтому конвоиры внесли его в гробу. Гроб был мелкий из-за экономии дерева в соответствии с приказом командования. Отекшие и неподвижные руки спаса были раскинуты в стороны и выглядел он как распятый. Почему вы принесли его в гробу? Господин полковник, мы принесли его в гробу, потому что не нашли никаких насилок, а сам он идти не может. Гроб случайно оказался свободен. Вот мы... Господа, здесь самовольно хозяйничает какая-то таинственная рука и, используя недозволенные грубые способы, препятствует законному ходу судебного я не могу так. Прошу вас, господа судьи, задавайте вопрос, обвиняемому. Жив ли ты, спасович? И жив, и мертв. Как посмотреть, господин подполковник? Как это? Я мертв, как ваш раб, но жив, как слуга Христа. Скоро я перешагну через смерть, как через кротовый холмик, и перейду в царство, где не знают ни о рабстве, ни о смерти. Ты бредишь, капитан Спасович? Может быть, но мой бред умнее и полезнее для всего вашего народа, чем немецкая философия Фейербаха, Маркса, Гегеля и Ницше. И что же ты думаешь о нас? Поскольку вы придерживаетесь упомянутых философов, я думаю, что вы тоже мертвецы, которых зароет в землю чуть позже меня. Только моя душа перескочит через могильный холм, а ваши души без крыльев господних сорвутся с могильного холма в глубины царства сатаны. Довольно об этом. Разве вы не видите, что Спасович лучше вас разбирается в вопросах философии? Пусть обвинитель зачитает обвинения и свои предложения. Господа судьи, обвиняемый Спасович своими словами и действиями показал себя непримиримым врагом немецкого национал-социализма. Об этом свидетельствуют откровенные высказывания в Белграде и здесь в лагере и, наконец, его рукопись, которую мы частично заслушали и в которой наш немецкий военный идеал в войне за территорией назван землей недостижимой. Кроме того, узники барака номер 99 называют его главным зачинщиком мятежа во время покушения на вождя немецкого народа. Поэтому обвиняемый заслуживает смертной казни. Смягчить наказание могло бы только покаяние обвиняемого и его согласие на деле доказать готовность сотрудничать с немецкими военными и полицейскими властями в Сербии. Ты слышал Спасович? Так же как и вы господин подполковник. Ну ты понял Спасович что будешь неизбежно приговорен к смерти если не раскаешься и не станешь сотрудничать с нами. Все люди приговорены к смерти и я да и вы господин майор. Мы называем смерть естественной когда человека убивают микробы и неестественной когда роль микробов выполняют какие-то люди. Всякая наглость имеет предел чего вы ждете почему не расстреляете его. Да разве вы не видите что он как раз хочет чтобы мы немцы взяли на себя роль микробов а я бы не спешил это его желание исполнить. Спасович будь реалистом и не фантазируй больше. Пустыми словами ты не сможешь оправдаться и избежать смерти но только делами можешь спасти жизнь свою. Поэтому так говорится в священном писании что человек спасет жизнь свою делами. Но каких дел вы ждете от меня? Мы ждем что ты покоришься нам и поможешь усмирить Сербию подобно вашим лидерам в Белграде. Тем самым ты облегчил бы нам дальнейшее осуществление наших мировых целей а мы достойно наградили бы тебя. Я искренне уважаю тех сербских патриотов которых вы упомянули. Я считаю что они покорились вам не ради наживы или наслаждения измены родине. Они подневольные рабы как и я но по принуждению пытаясь спасти хотя бы часть сербского народа который вы и ваши союзники обрекли на верхнюю смерть. Но это их судьба их путь а не 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 путь дураком спас люди меняются в соответствии с ситуацией вспомни что речь идет о твоей жизни мы от тебя многое не требуем а предлагаем очень многое прежде всего заяви через белградские газеты что твоя борьба с немцами безумие а затем призови сербов сложить оружие и покориться законным немецким властям в этом случае мы отпустим тебя на свободу и поможем занять высокое положение на твоей родине соответствующее твоему уму и характеру другими словами вы требуете от меня чтобы я погубил душу спасая тело браво покиньте зал сюда немедленно видишь спасович ты ослеп от ненависти к немцам бог отцов моих и ваших свидетель что у меня нет ненависти к немецкому народу я не знаю как это доказать на деле но я могу отдать свою кровь любому больному немцу которому это нужно браво тише господа тише ты ничтожество не стоящее тридцати грошей отдай свою мерзкую славянскую кровь больным псам а не немцам вы дали мне высокую цену господин оберштумбар фюрер по сравнению с ценой которую дали евреи господу моему вы меня переоценили но благодарю вас вернемся к делу господа предлагаю завтра допросить здесь всех свидетелей после очной ставки зачитаем последние страницы его рукописи а потом вынесем приговор на основе закона военных преступников выражаю протест очная ставка ни к чему требую закончить судебное расследование вынести приговор и привести его в исполнение к сожалению я должен отклонить ваше предложение если бы мы собирались так поступить мы не стали бы терять столько времени на судебное расследование проступков этого человека приказываю завтра вечером устроить очную ставку обвиняемого со свидетелями из того же барака но эта очная ставка невозможна почему невозможно я повторяю что это невозможно председатель заседание закрыто в ту ночь было расстреляно еще 25 узников из барака номер 99 что нового спрашиваю себе что нового на этом старом свете спас спас свечи только христос все другое устарело из-за частые обновления истерлась как старый ремень на колесе еще немного и ремень оборвался бы и колесо мира остановилось бы когда явился христос что появилось на свете вместе с христом новая логика новая сила новые горизонты да и новое состязание в чем состоит новое состязание если ты поступаешь с людьми так как бы ты хотел чтобы они поступали с тобой тогда ты среди самых достойных если ты воспылал любовью христу распятан за тебя и волен жизнь свою принести ему в дар как ответный подарок и готов умереть за него когда ты превзошел самого себя во времени и пространстве и обеспечил себе место среди апостолов и мучеников в бессмертном царстве небесном если назвать дело христовой революцией тогда это совершенно выдающаяся революция в истории мира ибо вождь этой революции желал пролить свою кровь а не чужую за воплощение в жизнь своего идеала своего царства это и было засвидетельствовано на Голгофе тогда 12 миллионов ангелов были готовы избавить его от смерти и победить его врагов видимых и невидимых это все новое для старого мира революция Христа создала братское общество братство новых людей ради которых умер Христос идея христианского братства включает в себя и свободу и равенство за последние 300 лет в Европе произошли две кровавые революции французская и русская французская революция свою программу выразила тремя словами свобода равенство и братство следовательно братство у нее было на последнем месте русская революция преуспела в осуществлении другой идеи французской революции в равенстве а идеи свободы и братства замолчала почему обе эти революции, свершившиеся в христианском мире, ставили идеи братства на последнее место или совсем ее презирали, как некую золушку среди идей? Ответ ясен. Потому что обе эти революции были атеистическими, обе отрицали существование Бога. А когда отвергается Бог, тогда нелогично говорить и о братстве людей. Где нет общего отца, там нет и братства. Смешно было говорить людям, «Мы все братья, хотя не имеем единого отца». Нужно переставить слова и говорить так – братство, свобода и равенство. Или просто – братство и достаточно. Ибо где есть братство, там будет и свобода, и равенство. Но изменить последовательность этих слов нелегко. Это могло бы быть целью некой третьей революции. Эта третья революция, по правде говоря, начата гораздо раньше двух этих европейских революций. Она началась задолго до 20-го столетия. И она еще идет и будет идти. Логика этой революции такова. Единый Отец на небесах, единое братство людей на земле – одно лишь состязание между людьми. Состязание в добре. В шестую ночь суда, с пятницы на субботу, спасовича опять внесли в зал суда в том же гробу. Тело его было покрыто белым полотном, лицо рушником, а обе руки силой засунуты в гроб. Опять? Конвоиры вытянулись как по команде смирно, щелкнули каблуками, но ничего не ответили. Доктор Адлер приказал снять с лица спаса полотенце. Появилось лицо осужденного. Однако оно выглядело не как лицо человека, а напоминало огромный баклажан. Спасович, кто тебя так избил? Тот, кто презирает свою душу, но кого я не презираю, господин полковник. Оберштурбман фюрер сильно закашлялся. Доктор Адлер приказал поставить перед узником микрофон, чтобы его могли слышать и привезти всех свидетелей из барака по списку последственного. Да я же вам еще вчера говорил, что это невозможно. Почему невозможно? Или барак номер девяносто девять переселился в Белград? Я повторяю, что это невозможно. Заканчивайте следствие и выносите приговор. Сказав оберштурбман фюреру, что этого делать нельзя, доктор Адлер приказал одному из конвоиров пригласить начальника караула того сектора, где находится барак номер девяносто девять. Когда явился начальник караула, председатель дал ему список почти из пятидесяти узников, которых необходимо было представить научную ставку со Спасовичем. Он мельком взглянул на список и с изумлением воскликнул. Это невозможно, господин полковник. Все люди из барака номер девяносто девять расстреляны, кроме троих. А четвертый – Спасович. Вот этих троих могу привезти. Это азиат, индиец и один американец. Доктор Адлер побледнел, как смерть, встал и начал ходить из угла в угол. Кто приказал расстрелять их до суда и вынесение приговора? Странно, что вы этого не знаете. Расстреляли по приказу господина Оберсурдома. Оставьте свое ханжество в минуту, когда немецкий народ находится между жизнью и смертью. Не бойтесь, немецкий народ не погибнет. Умрут лишь те, которые уже умерли духовно. Искандер, ты заявил следователю, что именно капитан Спасович подстрекал вас к мятежу, призывал поджечь барак. И, перебив караульных, бежать. Повтори сейчас свои слова перед Спасовичем. Господин судья, мои уста умолкли бы навек, если бы я решился так оклеветать этого праведника. Великий Аллах, дай мне силы умереть прежде, чем такое сказать. В ту ночь нашего невеселого веселья именно Спас урезонивал некоторых горластых и говорил тогда, как и всегда, что нельзя радоваться чужому горю. Так нас учит и Карам. Достаточно. Выслушаем второго. Как тебя зовут? Мое имя Проклана Халдар. Из города Ричтаун. Брахман, поручик британской армии. Знаешь ли ты, Халдар, этого человека в гробу? Едва узнал его по голосу. Но все-таки это капитан Спас Спасович, старшина нашего барака. Халдар, ты перед следователем заявил, что в ту ночь Спасович приказал тебе отслужить парастаз Адольфу Гитлеру. Но ты это с негодованием отверг, что делает тебе честь. Но за это Спасович ударил тебя стулом. Повтори свои слова перед Спасовичем. Господин Судья, тот, кто эти слова записал, по всей видимости принадлежит к низшей касте. Я уверен, что его ждет смерть на виселице. А за то, что он враг истины, он должен будет реинкарнировать еще тысячу раз в силах разных зверей. Пока снова не превратится в человека, но опять из низшей касты. Значит, Халдар, ты не будешь свидетельствовать против Спасовича. Если кто-нибудь решится сказать хоть одно злое слово об этом святом человеке, его душа никогда не вырвется на свободу из мирового круговорота. Мы в Индии поставили бы Спасовича в ряд великих учителей-гуру. Халдар, сколько вас сейчас в бараке номер девяносто девять? Настолько, сколько вы видите. С капитаном Спасовичем четверо. На прошлой неделе нас было сто двадцать девять. А где остальные? Зачем вы смеетесь надо мной, господин Судья? Одни с Христом, другие с Магометом, третий с Брахмой, четвертый с Буддой. Достаточно, Халдар. А ты кто? Джон Петерсон, фержант-пехотинец. Ты заявил следователю, что в ту ночь Спасович приказал тебе петь американский гимн, а потом вместе с двумя товарищами пойти и убить полковника Адлера. Повтори свои показания перед Спасовичем. Никакой следователь меня ни о чем не спрашивал. Я не давал никаких показаний, а тем более таких. Это подлая ложь. Однако в этом нет ничего странного, ибо здесь весь воздух отравлен ложью, как и запахом человеческой крови. Полегче, Янки. Ты не в Америке. Поистине не в Америке, но в темнице. А лучше сказать, в аду. Значит, Петерсон тебя никто не допрашивал о Спасовиче? Никто и никогда. Только по дороге взял судак, к нам троим подошел какой-то овощеный немецкий офицер и сказал, что нас расстреляют, если мы не признаем своими те слова, что нам будет прочитано. Неужели так и было? А что ты думаешь о Спасовиче? Спасович? Самый лучший христианин из тех, кого я знаю. Для него это не очень-то лестная рекомендация. Для вас, может, и нет, но для меня хорошая. Заткнись, раб! Заткнись сам! Я американец и свободен даже в оковах. А ты раб, хоть имеешь силу и власть. Если бы ты сидел у ног Спасовища, как и я, и учился бы у него быть человеком, ты не навлек бы на себя кровь сотен невинных людей. Гестаповец бросился к Петерсону, но председатель оттолкнул его. Искандер тут же поспешил к Спасу в гробу и поцеловал его распухшую посиневшую щеку. Двое других хотели сделать то же самое, но конвоиры не пустили их. Спас поблагодарил своих соседей по бараку и сказал «Меджит, Паракрана и Джон, до свидания в мире, света и свободы». Глаза всех троих узников наполнились слезами, а Паракрана запрочитал в голос. Спасович, как ты себя чувствуешь? Как Господь Бог в Великую Субботу. По немецким законам тебе нужно было бы предоставить сейчас последнее слово. Лучшее завтра вечером. Ты будешь в состоянии говорить, Спасович? Буду, господин полковник. Веруй, что меня воскресит тот, кому радость воскрешать мертвых, как его врагам убивать живых. Неразумность погубит нас, Господи Божий наш. От неразумности нашей нивы Твоя зарастет сорняками, и семена Твои в опасности удушения. Поспеши, Господи, и спаси посев свой, пока не возобладали сорняки. Чем больше знают цены человеческие, тем меньше они разумеют. Они переполнены знаниями о глубинах морских и высотах небесных, однако наряду с увеличением количества знаний растет и непонимание. Еще немного, и они будут все знать, но ничего не понимать. И меньше всего будут понимать тебя и себя. Отрекшись от тебя, верховного разума, они с гордостью и злобой двинулись на познание дел Твоих. Из-за их надменности и злобы Ты устранился с их пути, так что нигде во Вселенной они не могут Тебя встретить. Но если они не встречают Тебя, они сталкиваются с архиврагом Твоим, ловко занявшим место, которое Ты оставил. Вкусите, люди, с древа добра и зла, шепчет им архипротивник Твой. Мешайте добро со злом. Ни одна еда невкусна, пока со злом не смешана. Помешайте добро со злом и станете богами. Так учит их архипротивник Твой. Обессилевшие души христианские ищут религию бездогма. Как это случилось, что материалисты, безбожники, предписывают свои догмы, что крепче стали, а псевдо-христиане не придерживаются божественных догм в своей вере. Они жалуются, какое практическое значение имеет, например, догмат о триединстве Святой Троицы. В христианстве нет ни одного догмата, который не имел бы практического значения и не применялся бы в жизни. Без догмата о триединстве Святой Троицы Все человеческие теории в области психологии, педагогики и социологии ошибочны. Все эти науки Христос обновил явлением догмата о Пресвятой Троице. О триединстве Бога свидетельствует и небо, и земля, утверждает евангелист Иоанн Богослов. На небесах Отец, Сын и Дух Святый, Единый Бог, на земле в душе человеческой разум, сердце и воля, Единый Человек. Третьих сил или способностей душевных содержат в себе суть души человека, силу мысли, силу чувства и силу деятельности. Если все эти три силы одинаково и гармонично развиты, тогда душа человека троична и едина, подобно триединому Богу на небесах. В этом случае человек действительно будет образом Божиим, живой микроскопической картиной Бога на земле. И в таком человеке пребывает мир, сила и радость. Но если одна из сил душевных развита несоразмерна с двумя другими, тогда душа троична, но не едина, а поделена на части, дисгармонична, не имеет в себе мира, силы и радости. Она ищет нечто, но не знает, чего ищет. Фактически она ищет себя, свою цельность, свою полноту, поэтому души первого рода цельные, а второго фрагментарные. Первой души есть образ и подобие триединой святой троицы, а вторые образ и подобие троичного божества без единства, вроде индийского божества Тримурти, где Брахма, соседатель мира, Вишну, хранитель, а Шива, разрушитель. Кто разрушает святую троицу своей души? Это интеллектуал, который весь в напряженных мыслях, но с притупленными чувствами и захеревшей волей. Кто разрушает святую троицу в себе? Это сентиментальный человек, который целиком охвачен чувствами, но люди о нем говорят, что он чувствителен без меру, но не имеет ни разума, ни воли. Кто еще разрушает святую троицу в себе? Это человек сверхактивный, по характеру боец, гладиатор, который охвачен целиком сильно развитой волей, но без чувств, без сострадания, без ясного света разума. В святой троице все свято. Святой Отец, Святой Сын и Святой Дух. Следовательно, и в троичной душе человеческой все должно быть свято. Святой ум, Святое сердце и Святая воля. Отсюда следует, что в человеческом обществе должна быть Святая любовь, Святой брак, Святая семья, Святая дружба, Святой народ. Эту милую и сокровенную тайну божественного бытия открыл своим верным последователям Сын Божий. Он разметал бисер перед людьми, чтобы откровением этой тайны объяснить людям сущность истинного Бога и нормального человека. Когда же и мы начнем принимать образ Божий? Но ведь многие уже начали. Это все святители Божьи. Это те, которые Святым Духом очистились. Святой любовью окадились, святыми делами украсились и стали живыми храмами Бога и обиталищими Святой Троицы. Не называют ли их так в древних книгах? И не таким ли обещанное вечное царство, но не в земле недостижимы, а в небесном царстве Христовом? В ночь с субботы на воскресенье, около полуночи, после долгих препирательств доктор Адлер приказал внести Спасовича в зал суда. Вскоре появились конвойные и ввели его, а не внесли, ибо Спас больше не напоминал непогребенную мумию в гробу, но совершенно изменился. Был он прям, как копье. На просветленном лице сияли глаза. От синяков и отеков не осталось и следа, за исключением нескольких шрамов, как у студентов, которые увлекаются фехтованием. Он вошел широким шагом, полный собственного достоинства, и когда остановился посреди зала, больше напоминал судью, чем подсудину. Все присутствующие, изумленные, недоверчиво взирали на него. Одни шептали, это он, а другие, нет, нет, это не он. Один капитан, до тех пор скрывавший свои христианские убеждения страха ради перед нацистами, отвернулся в сторону, перекрестился и воскрикнул, это и в самом деле он, и это чудо Божие. Председатель первым пришел в себя и открыл заседание суда. Ты ли это, Спасович? Конечно, я, господин полковник. Ты больше не болен? Ничуть. Я сейчас здоров более, чем когда-либо. Что же произошло, если ты так быстро преобразился? Я воскрес, господин полковник. Я был мертв, а теперь ожил. Спаситель вернул мне жизнь. Сегодня утром на рассвете он пришел к моему гробу, коснулся моего лба и возвал. Спас! Встань и иди, здоров и весел. Услышав это, двое офицеров, старше других по возрасту, подскочили от страха и бросились к выходу. Кто-то вскрикнул, это призрак, это призрак, а не человек. Наступила мертвая тишина. По законам Рейха тебе предоставляется последнее слово. Можешь приводить любые доводы в свою защиту. Я никогда не защищал сам себя, но только защищал истину, а истина защищала меня. И все-таки ты можешь говорить все, что хочешь в свой последний час, капитан Спасович. Огради нас, Господи, от безбожников. Сотвори стены из ангелов твоих между ними и нами, как некогда ты сотворил стены из вод Красного моря. Отовсюду окружили нас и хотят потопить нас в смерти, ибо желают, чтобы нас не стало. Они смеются над тобой, разве ты не слышишь? Они сдеваются над нами из-за тебя, разве ты не видишь? Они пьяны от запаха крови человеческой и радуются слезам сирот. Вопли мучеников звучат песнями для них, описка раздавленных детей сладкая музыка. Они отнимают хлеб у сынов твоих и бросают его своим псам. Когда они выкалывают глаза людям, гиены в ужасе разбегаются, бормоча про себя. Мы этого не знаем. Когда они сдирают кожу с живых, волки воют, мы этого не умеем. Когда они отрывают груди у матерей, псы лают, мы этому только теперь у людей учимся. Когда они священника высыпают горящими уголями, змеи шипят, мы просто невежды в науке о мучениях. Когда они попирают твой крещеный народ, дикие вепри хрюкают, ничьи посеивы мы так не топчем. Когда они поливают смолой девственниц, и сжигают их, нейрон им сквозь смех кричит из ада, идите ко мне, побратимы. Из их глаз брызжет огонь, уста изрыгают мерзость, ноздри извергают пакость. Смерть проросла сквозь их сердце и охватила их души, а жизнь отвратила свои живительные воды от них. Спаси нас, Господи, от безбожников, а от диких зверей мы сами спасемся. Избавь нас от людей бездушных, а от бездушных каменьев мы сами легко уклонимся. Душа безбожника мертва, как гнилой плод в материнской утробе. Огради нас от врагов Твоих и наших. Закрой нас высокими стенами от земли до неба из крыльев ангелов Твоих. Мы скрываем свои слезы от людей, чтобы они не смеялись над нами, и таим свои вздохи, чтобы они не издевались над нами. Однако мы плачем и воздыхаем перед Тобой, ведь Ты все видишь и праведно судишь. Господи, защити нас, спаси люди Твоя ради имени Твоего и славы Твоей. Аминь. Закончив свое последнее слово, спас спасович поклонился судьям и выпрямился как победитель, который выиграл битву. Лицо его озарилось необычным сиянием, как некогда воссиял лик архидиакона Стефана. Его существо переполнило все помещение суда, и казалось, будто только он один здесь, а все остальное лишь тень его. Своими ясными очами он словно прожектором высвечивал лица судей, которые, потупив взгляд один за другим, склоняли головы к земле. Приговор. После того, как спаса вывели из зала, между судьями вспыхнул желчный спор о виновности обвиняемого. Преседатель и двое судей считали, что спасович невиновен в том деле, за которое его привлекли к ответственности, и его необходимо освободить. А гестаповец, судебный обвинитель и адъютанты, которые фактически не имели права голоса, тряслись от злобы и громогласно, заглушая всех, требовали смертного приговора. Спор перешел в ссору, затянувшаяся до рассвета. И уже когда рассвело, когда завыла сирена воздушного налета американской авиации, был вынесен приговор, в котором обвиняемый спас спасович был признан невиновным, но вместе с тем был перемещен в другой концентрационный лагерь сербских узников. Эпилог. В тот самый день доктор Адлер был вызван в Берлин. Там он внезапно умер, неизвестно отчего. Перед смертью он успел передать своей жене некий бумажный сверток. В том свертке был и протокол судебного заседания по делу Спаса Спасовича. Он сказал своей супруге «Здесь правда о самом дорогом человеке, которого я имел счастье встретить в своей жизни». Это его подлинные слова. Господин Адлер распорядился передать этот протокол после завершения войны какому-либо сербу, другу Спаса. А дальнейшая судьба капитана Спаса Спасовича покрыта тайной. Некоторые утверждали, что его убил тот самый свирепый гестаповец, другие говорили, что он дожил до 1945 года и вернулся в горы Сербии, чтобы продолжить борьбу за свободу своего народа. Однако есть мнение, что он принял постриг и как монах живет в каком-то монастыре. Как бы то ни было, известно, что ни смерть, ни люди не имеют власти над Спасом Спасовичем. посвящается узникам концлагерей, пострадавшим во время Второй мировой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok